Друзья, сейчас, конечно, топ-тема номер один – это про Навального. Ну, я не злопамятный, я наоборот человек очень добрый, но память у меня очень хорошая. Я помню, как Навальный в интервью либеральным СМИ предлагал, чтобы Россия на российское государство давало убежище преступникам, которые совершили преступление на территории Донбасса. Наверное, для того, чтобы прекратить это все, нужно сделать некоторые болезненные вещи, но, видимо, придется дать иммунитет и разрешить въехать на территорию России тем людям, которых украинские власти не простят уже никогда. За насилие, за пытки и за другие преступления против человечности. Мы это должны всегда помнить. И не бутерброд мы тоже это помним. И то, что Навальный прекрасно понимал, что это действуют российские войска, и молчал. Он показывал, что он это знает, но он молчал. Навальный не поднимал тему войны на России против Украины. Навальный не поднимал тему участия российских военных против Украины в совершении ими преступлений, самых разнообразных преступлений против человечности. Навальный не показывал связки между Крымом, преступлением в Крыму и преступлением на Донбассе. То, что произошло, то, что сейчас обнародовано, и то, что дана команда Кремля на замалчивание этой ситуации, в то же время, чтобы как-то подготовить какой-то ответ. Реально, это победа башни Кремля, которая называется Рамзан. Теперь Кадыров может сказать, Володька, посмотри. И твои так называемые специалисты каждый раз проваливают, когда что-то надо сделать. Это реально победа башни, которая называется Рамзан. А кроме того, самым главным моментом в этой всей истории является то, что у населения, у подавляющего большинства населения России, обнародованные факты. Даже пока без объяснения Кремля, но уже им навязывается игра, которая называется «Вы все врете». Население на российский народ, подавляющее большинство российского населения, прекрасно понимает, что именно Кремль, именно Путин виновен в отравлении Навального. Это они понимают, большинство где-то в глубине души. Но они играют в эту подлую игру, в ту же подлую игру с их тамнетами, с российскими военными, с российскими вооружениями, с российскими танками. В эту же подлую игру они точно так же играют с небутербродом Навальным. Они поддерживают. Путину повезло со своим населением. А Навальному пока нет. Но Навальный это такой же имперец, как и Путин. Их задача сейчас это вот показать, что это гэбэшная гадюка, это гэбэшная совершенно омерзительная и опасная в своей омерзительности змея, что она якобы может поменять кожу. Навальный это новая кожа для гэбэшной змеи. Задача сейчас Кремля, задача гэбни, это показать, что мы уже теперь поменяемся. Достаточно поставить Навального, вот этого уже теперь либерального, в кавычках, фюрера. И вот эта вот змея, она станет белой и пушистой. Она будет мимикрировать. Она пойдет на какие-то демонстративные, ничего не значащие вещи в отношении Запада. И Запад это схавает. Задача гэбэшной этой змеи сделать так, чтобы Запад схавал вот эту вот приманку. Вот эту вот кожу, которая имитирует белую и пушистую змею, чтобы это Запад принял за правду. А на самом деле, сущность этой змеи, ее гнилое нутро, ее вот эта вся мерзость, она останется. И останется на российский народ, который играет в эти игры. Подлость и лживость – это игра на российского народа. Что произошло? Когда врач хочет посмотреть коматозное тело, как у него, может быть, уже просыпаются какие-то человеческие функции нервной системы, он светит в глаз фонариком. И вот обнародование этих данных – это как в телу посветили глаз фонариком. И что? И ничего. Несколько клеточек откликнулись, но в целом глаз не дал никакой реакции. Это тело не дало никакой реакции. Вот что характерно. То есть, населению посветили в глаз фонариком, дали вот эту мерзость этого преступления. И ничего. Население продолжает находиться в коме. Продолжает вот эта искусственная кома. Это игра в лживость и подлость и глупость. Вот о чем идет речь. И может поменяться Путин, он может поменяться на Навального, может поменяться еще на кого-то. А вот это население, оно останется. И, к сожалению, и у нас достаточно большое количество тоже вот этого населения, которое играет в эту игру. А вы докажите. А вы докажите, что это российские войска, которые хавают вот эти месседжи информационные путинских геббельсов. Точно так же, когда-то немецкий народ был отравлен вот этой вот мерзостью, вот этой лжи, этой агрессией, этой подлости. И он был запуган гораздо в меньшей степени, чем народ Советского Союза. Советский народ был в большей степени запуган, чем отравлен, чем обманут. А немецкий народ был в большей степени обманут, чем напуган. У них не было такого 1937 года, хотя отдельные вещи были. Там у них следователи действительно разбирались, немец виноват или нет. Но немцам скармливали вот эту идеологическую мерзость про то, что концлагеря нужны для того, чтобы спасать еврейское население. Про концлагеря не принято было говорить, где уничтожали людей, людей разных национальностей. И вот если гитлеровская Германия была растоптана, идеология ее была растоптана, и сейчас эта мерзость, явная мерзость, этот дурной тон говорить, оправдывать преступления Третьего Рейха, то преступления Сталина, преступления сталинского режима, такого же человека ненавистнического, а может быть даже и более человека ненавистнического, чем гитлеровский режим, наоборот, сейчас нынешней гебней россиянской возносится. Этим отравляют маленьких растущих россиян. Победобесием закрывают кровавые преступления сталинского режима. И нам продолжать жить с этим народом, быть соседями. Ни один народ, наш сосед, не стал проявлять такую же мерзость, подлость и гадость, как народ Российской Федерации. Именно поэтому Путину был дан карт-бланш на агрессию, на убийство, на развязывание агрессивной войны и на вот эту всю мерзость и преступление против человечности. Вот и мы видим реакцию на российского народа. Вот что можно сказать. А то, что система сгнила, то, что их спецслужбы сгнили, и единственное, что они могут, это нападать на соседей, тогда, когда соседи не могут полноценно защищаться. Вот о чем идет речь. Россия, современная путинская Россия и Россия, по всей видимости, будущего, Навальнинская Россия, если он придет в власть, или еще какая-нибудь Медведевская Россия, это будет все равно Россия, если только не будет суда подобного, Гагского суда подобного Нюрнбергскому трибуналу, если не будет наказано вот это зло, не будет наказано это преступление, она будет точно такая же, как и путинская Россия. Она может затаиться, но ее основа останется, останется вот это вот гнилое сердце, изгнивший мозг этого Медведя Шатуна, он останется таким же точно. Медведю Шатуну необходимо нападать на слабых, на тех, кого он может напасть. Это необходимо Медведю Шатуну. Он сдохнет, Медведь Шатун, но он хочет еще немножечко пожить. И это образ современной путинской и будущей навальнинской России. Вот о чем идет речь. Дякую вам, друзья. А нам свое делать. Сберегайте спокойно и допомогайте чистить кулемет. Дякую вам, друзья.